National Interest предложил способ примирения России и США National Interest предложил способ примирения России и США 5.59 РИА Новости, Алексей Никольский, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Миланьей после совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля 2018 года РИА Новости, Алексей Никольский, Москва 14 Мария Новости Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тейт Галлен Карпинтер для National Interest Он отмечает, что США сейчас крайне недовольны поддержкой России в отношении легитимного президента Венесуэлы Мадуро, без чего, по мнению автора статьи, он не смог бы остаться у власти Причем Вашингтон старается удерживать все западные полушария под своим влиянием с тех пор, как была озвучена доктрина Монро, а Москва своими действиями якобы бросает прямой вызов этой доктрине Однако Карпинтер напоминает, что США с гораздо большим размахом вмешиваются в сферу влияния России В частности, он приводит в пример страны Прибалтики, ставшие членами НАТО, Украину и Грузию, которым предлагается членство в организации Кроме того, он отмечает увеличение числа военных учений в Восточной Европе и на Черном море, а также расширение контингентов американских войск вокруг России 10 ноября 2018 года, час 33 Британские политологи раскрыли причины ненависти Запада к России В частности, он считает, что страны должны поделить сферы своего влияния США, по мнению политолога, должны показать, что не будут стремиться включить Украину и Грузию в НАТО И прекратить какие-либо военные связи с Киевом и Тбилиси Кроме того, они должны прекратить размещать свои войска в Восточной Европе и на Черном море Вашингтон должен показать желание соблюдать российскую сферу влияния в этом регионе, пишет Карпинтер В свою очередь Москва, по его словам, должна прекратить оказывать помощь Венесуэле и Кубе А также прервать все контакты с левым правительством Никарагуа То есть перестать наращивать свое присутствие в западном полушарии В заключении автор подчеркивает, что для осуществления этого плана Американские политики должны проявить больше реализма Поскольку понятие сферы влияния всегда играло большую роль в международных отношениях Однако американские правительства при разных президентах постоянно нарушали этот принцип Из-за чего повышался градус напряженности во всем мире 23 октября 2018 года 8 часов защититься нельзя Запад победит лучшую половину России